Как настроение? Спасибо. Сегодня тема проповеди. Какое, значит, двустишее сегодня с утра пришло. Накапливаем елей для христовых друзей. Ну, что-то вот такое. Дух Святой на веру, я верю. Я хотел для начала прочитать одно уникальное место из Священного Писания. Оно написано в Евангелии от Матфея, 25 глава, 1 стиха. И потом мы помолимся, чтобы Дух Святой открывал всем нам индивидуально, лично. Потому что каждый из нас, как написано, имеет помазание. И это помазание, оно лично научает каждого из вас. Так что мы не имеем нужды, чтобы кто нас учил. Потому что сам Дух Святой научает. Желает научать нас. Каждого лично. Евангелие от Матфея, 25 глава, 1 стиха. Слова Иисуса Христа. Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Ну, как вот можно было взять светильники, но масла не взять. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Похоже, что мы сейчас в такое время живем. У очень многих христиан такое чувство, что что-то Иисус медлит. Что-то Он где-то, где. Ждем, ждем, когда, когда. И в конечном итоге задремали все, написано, и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым. Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали. Чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы, и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. Но есть параллельное место, где Иисус Христос говорит, многие скажут мне тогда, что Господи, Господи, именем Твоим мы бесов изгоняли, именем Твоим мы исцеляли, именем Твоим мы пророчествовали, но тогда скажу им, что отойдите от меня, делающие беззаконие, я не знал вас. Я никогда не знал вас. И здесь Иисус говорит, я не знаю вас. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приедет Сын Человеческий. Ой, давайте помолимся, потому что серьезное место, серьезная тема. Пусть Господь лично открывает. Если кому-то Бог сегодня через проповедника не откроет, я верю в то, что откроет лично, через сновидение, как Он обещал, сына Ваши, дочери Ваши через сновидение вразумляемо будут. Господь, пожалуйста, открой все слова. Аллилуйя, Отец, Осанна Господь, мы читаем, и мы благодарны за то, что до нас дошло это Святое Евангелие в неизменном виде. Есть сегодня очень много переводов, очень много трактовок. есть на греческом языке, есть в оригинале. Мы можем проверять и перепроверять. Аллилуйя, Отец, Осанна. Мы можем, Господь, вот это место, Господь, которое мы сегодня прочитали, мы можем его где-то еще в другом переводе, в современном переводе посмотреть, в оригинале можем посмотреть, но, пожалуйста, открой нам лично, потому что, Господь, если ты, Иисус, не откроешь, и по сей день, говорит Священное Писание, слово Твое закрыто, открой нам, пожалуйста, Господь, Отец. Может быть, каждому из нас ты будешь открывать лично по мере нашего возрастания. Я слышал очень много толкований этого места. Я думаю, что многие из них правильные. Открой нам сегодня еще одно, может быть, какое-то новое толкование. Пусть это будет откровение, пусть это будет какой-то новый ракурс. Но, Господь, дай нам еще раз увидеть, насколько важно иметь масло, иметь еле и помазание, иметь это накопленное, сбитое масло, Господь, благодаря которому горит светильник и не гаснет. Открой нам сегодня, Господь, Аллилуйя, Отец. Мы молились во имя Твое, Иисус Христос, наш Господь, наш Бог, во имя Отца и Сына, и Святого Духа. И Церковь Божия скажет Аминь. Слава нашему Богу. Давайте мы вникнем в Священное Писание и попробуем еще преломить вот этот хлеб. Я хотел поделиться сегодня своим каким-то пленым таким видением этого места, то, как я его никогда не видел, просто вот молился ночью, и Господь где-то под утро открыл. Я утром встал и просто записал вот в эту тетрадку. И в этот раз мне открылось это место в том ракурсе, что, вы знаете, сегодня я хочу рассмотреть это в ракурсе феномена дружбы. Что такое дружба, что такое приятельство по Священному Писанию. И если искать ответы, да, или спрашивать Бога, то я лично к этому уже как бы так привык, да, к тому, что само Писание, оно отвечает на многие вопросы, и нам не надо где-то искать ответы на стороне, ну, то есть в других каких-то источниках и даже в христианской литературе. Самый мощный ответ мы можем найти в том же самом Священном Писании. Еще одно место, которое я хочу сегодня прочитать как ответ, первое место, которое я хочу открыть как, ну, как вот, пусть будет при двух-трех свидетелях, да, как говорит Писание, и тогда это да и аминь. И еще одно место, оно написано в послании Якова, руководителя церкви Христовой. И в послании Якова в пятой главе шестнадцатого стиха. Послание Якова, пятая глава. С шестнадцатого стиха. С шестнадцатого стиха. Так, что-то у меня тут сегодня. С шестнадцатого стиха. Я прочитаю. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илия был человек, подобный нам». То есть Библия приводит, Яков приводит человека, который был праведным человеком, который старался всей своей жизни соответствовать Слову Божьему, иметь близкие взаимоотношения с Богом. Напрямую к нему обращался человек, который лично знал Бога и человек, которого Бог знал. И Библия утверждает, что этот человек был подобный нам. То есть в нем не было чего-то необычного. Это был человек обыкновенный. Я бы сказал, что это был очень простой человек. Ну, может быть, все величие в простоте на самом деле. Мы иногда там пытаемся все усложнить, люди. Но все велико очень просто на самом деле. Иисус просто вот на самом деле открывает нам какие-то свои истины. И здесь мы видим. Илия был человек, подобный нам, 17 стих, «И молитву помолился, чтобы не было дождя». Вот, человек обычный помолился, чтобы не было дождя. И многие думают, ну вот просто, ну что там эти христиане молятся. Это, ну я хочу сказать о том, что в моей жизни очень много свидетельств, когда вот мы реально молились, чтобы дождь прекратился, да, нам нужен был этот день. Нам нужно было провести служение в Червен. Ну, Антон, да, свидетель, да, Мариана, свидетель. Мы помолились, и был такой ливень. И вот ровно вот в то время, когда нам это было нужно, да, чтобы дождь прекратился, дождь прекратился. И когда служение закончилось, служение Езекия, да, царя Езекии, ну мы просто разрушили там какие-то пленые сатанинские твердыни, провозгласили победу и славу нашего Господа Иисуса Христа, сели на транспорт и уехали. Когда мы уже отъезжали, дождь опять ливанул, то есть он пошел. То есть верующие имеют такую власть. Или я помолился, и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. Вы где-нибудь что-нибудь подобное слышали, да, о том, что, ну, просто вот человек помолился, три года и шесть месяцев не было дождя. И потом опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути, его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». И вот здесь я хотел бы, да, вот действительно очень важные стихи. Ну, казалось бы, «Братья, если кто из вас уклонится от истины, кто-то начал остывать, кто-то решил отходить от церкви». И Яков по своему личному опыту, как служитель, как опытный пастырь, говорит и утверждает, «Если кто его обратит, кто его вернет в церковь, вернет в хорошее взаимоотношение с Богом, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу, как чью душу? Ну, в первую очередь свою. И потом дальше продолжается. И покроет множество чьих грехов? В первую очередь своих. Потому что для Бога это самое великое благо. Если какой-то человек, какая-то личность спасает другого человека, в этот момент течет река вечной жизни, и не только ты кого-то спасаешь, в этот момент ты вот в этой реке, через тебя течет спасение. Ты не только спасаешь, ты и сам в этот момент утверждаешься во спасение. Так говорит Священное Писание. И покрывается множество грехов. Я хочу сказать о том, что вот невозможно. Вот если человек не знает Бога, он не может обратить грешника от ложных путей. Можете сказать на это аминь? Если у человека нет близких взаимоотношений, как у Ильи, ну, например, он не может что-либо сделать или кого-то исправить, или кого-то там наставить, или тем более кого-то вернуть в правильном взаимоотношении. Мы не можем дать людям то, что мы сами не имеем. Можете сказать аминь? Потому что это правда. Я даю только то, что сам имею. Если у Ильи были хорошие взаимоотношения с Богом, он это демонстрирует. То есть он помолился, ну, понятно, люди понимают о том, что это обыкновенный человек, но это невозможно. Но он знает великого Бога и для Бога все возможно. Но что говорит Иисус Христос про нас? Иисус Христос про нас говорит. Или это величайший из всех пророков, живущих на земле. Величайший из всех пророков, живущих на земле. И что? Но самый малый в Царстве Небесном больше его. Скажу аминь, потому что это не я придумал. Самый малый в Царстве Небесном, то есть это говорится уже про тех, которые пришли потом, после того, как Иисус Христос был прославлен. Потому что во времена Иисуса Христоса еще не был прославлен, так или не так. Во времена Иисуса что произошло? Евангелие говорит очень простые и великие истины. Сам Бог пришел на эту землю воплоти, явился ангелом, вознесся в славе. Иисус Христос был прославлен после того, как Он пришел на эту землю и рассказал все, что рассказал. И знаете, на самом деле, вот здесь раскрывается один уникальный секрет. И это написано в Евангелии от Иоанна, в 15 главе. Как мы можем стать друзьями Богу? Бог бы хотел с нами дружить. Мы можем думать так, ну, это же Илия, да? Мы можем так сказать о том, что, ну, просто это же Давид, царь Давид, он хорошо знал Бога. Он был по сердцу Бога, да. Бог его очень сильно любил. Это был какой-то любимчик, да. Это не так, друзья. Это правда, что Давид был приближен к Богу. Это было его желание. Это не то, что вот Бог смотрел на землю и говорит, вот этого человека буду любить, а остальных я не буду любить. Это не правда. Правда и истина заключается в том, что Давид настолько возлюбил Бога, настолько его искал, настолько вопиял, настолько жаждал. Весь псалтырь, практически весь псалтырь, это молитва слов самого царя Давида. Это он так молился. Это он не где-то там прочитал, или это вышло из его сердца. Потому что он искал, он жаждал, и Бог давал ему чрезвычайность откровения по Ветхому Завету, да. Мы можем сказать, ну, это же Моисей, ну, понятно, что там он лицом к лицу приходил к Богу, да, и знал Бога лично. Ну, а мы кто такие? Ну, я хочу сказать о том, что Иисус Христос нас утверждает в том, что мы, самый малый царствий небесном, те, которые называют себя христианами, мы больше царя Давида, мы больше пророка Ильи, мы больше Моисея. Если только исполняем заповеди его, если только вошли в соответствие, если только возрастаем в меру полного возраста Иисуса Христа, потому что в нас кто-то живет сегодня, в нас кто-то прославлен, слышите меня, в нас кто-то прославлен. И, конечно, вы можете со мной согласиться, да, о том, что Иисус Христос, он выше царя Давида, потому что он царь царей. Можешь сказать аминь? Это правда. Иисус Христос, он больше Моисея. Это правда или неправда? Иисус Христос, который живет в моем и твоем сердце, он больше Моисея. Это да и аминь. Иисус Христос, конечно же, больше пророка Ильи. Хотя это был величайший из пророков, но тот, кто живет в твоем сердце, он больше пророка Ильи. скажи аминь. Может быть, ты немножко скромничаешь, да, о том, что ну просто да, ну вот я как-то не совсем еще соответствую, но тот, кто живет в моем сердце, он-то соответствует. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава нашему Богу. И вот здесь Иисус Христос делится своим секретом. Это тайна, на самом деле. В Евангелии от Иоанна, 15 глава, 7 стиха мы можем прочитать вот эти таинства. Мудрость мы проповедуем среди совершенных. Мудрость этого века есть безумие пред Богом. Но то, что я сейчас прочитаю, это и есть Божья премудрость, которую можно преломить только в Духе Святом. Если прибудете во мне и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам. Иисус Христос говорит просто. Если мы пребываем в Нем и слова Его в нас пребывают, если мы исполняем Его слова и Его заповеди, то все то, чего мы не попросим, будет вам. То есть даже то, о чем мы не можем или не смеем мечтать. Тем прославится Отец мой, что вы принесете много плода и будете моими учениками. Лоза, который приносит много плода, это истинная лоза, потому что она насажена и корнем нашим является, скажи, Иисус Христос. Возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблю заповеди отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сие заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Вы друзья мои, если, Иисус ставит условия, не просто так мы становимся друзьями, если исполняем заповеди его. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам. Смотрите, здесь Иисус Христос открывает невероятные таинства, невероятные глубины. Он говорит о том, что если вы вот это все будете исполнять, то все, что вы не попросите у Отца Небесного, Он вам даст. И вы знаете, я в последнее время размышляю над тем, что я думаю, что это не только проблема Болгарии, это проблема и Украины, это проблема и России, это проблема Казахстана, это проблема всего бывшего союза, который, слава Богу, развалился, потому что это была безбожная коммунистическая держава, которая просто утопала в своем безумии, да, и сегодня на этом пространстве поднимаются живые церкви, и Бог что-то хочет для вот этих держав, ну, не только для других, но вот именно вот в странах постсоветского пространства люди, вы знаете, в чем, даже в том числе и верующие люди живут в ожидании того, что, ну, вот приедет какой-нибудь дяденька в белом костюмчике, какой-нибудь миллиардер или там, не знаю, еще кто там, триллиончик какой-нибудь, да, и вот он там махмет там какой-то палочкой своей волшебной, у него с рукава там миллиарды полетят направо-налево, и мы в Болгарии заживем прекрасно, хорошо, и у нас все подымется, в церквях очень часто думают, вот пригласим вот видного проповедника, который вообще, ну, такой глобальный, на самом деле, ну, всемирно известный, он приедет, скажет проповедь, даст учение, поставит какую-то мощную стратегию, видение перед нами, и все у нас попрет. Я хочу сказать, очень часто это просто, это похоже на какую-то магию, то есть мы верим, мы христиане верим, вот сегодня служение с этого началось, о том, что просто, мы верим, то, что просто, вот на самом деле, кто-то приедет, что-то нам скажет, и все начнется, и все двинется, да, и все забурлит буквально. Для себя я получил так, нам не нужно ждать кого-то, даже если приедет, если в нас что-то не изменится, ничего у нас не будет, никакого ни пробуждения там, никакого-то движения в Святом Духе, все в нас, друзья мои, все в нас, абсолютно все в нас, нам надо просто поверить в то, что всемогущий Бог, Он живет в нас, и Он может абсолютно все, если только нам войти в соответствие, если нам войти в Его глубину. И вы знаете, принцип дружбы заключается в открытости. Вот Иисус Христос приходит к ученикам, и Он говорит, все то, что Отец небесный открыл мне, прошептал, я все вам рассказал, абсолютно все рассказал, я открыл вам сердце Бога, Бог хочет с вами дружить, Он уже назвал вас своими друзьями, слышите меня, Бог во Христе Иисусе назвал нас друзьями, мы не рабы больше. И что мне надо, что мне необходимо, чтобы стать другом Богу, что мне нужно сделать, чтобы стать другом Иисуса Христу. Вы знаете, дружба, она основана на взаимной открытости. Когда один человек искренний, открылся, ну просто, а вторая сторона, ну хорошо, ну просто, ну ты прекрасный человек, ты открытый, но я так не могу. И остается закрытым. Получится ли такая дружба? Я хочу сказать о том, что не бывает односторонней дружбы, не бывает односторонней любви. Ну просто кто-то любит, просто, а другая сторона только получает, получает, получает. Эти отношения, они недолговечны. Ну это просто превращается в манипуляцию, просто в пользование. Просто одна сторона отдает, другая сторона получает. На этапе младенчества это еще как-то возможно, да? Ну человек родился, мы любим, мы покрываем, мы сеем, мы благословляем и так далее и так далее. Но мы ждем, что когда вырастет, да, ну ребенок станет взрослым и какая-то начнется отдача, да? Ну в том плане, что какая-то взаимная какая-то открытость. Иисус Христос был очень открытой личностью. Он был очень искренним. Когда ему было плохо, он это показывал, он это не скрывал. Вы помните, да, когда умер Лазарь, ну Иисус показывал свои эмоции, он прослезился, он заплакал, потому что для него это было очень дорого, вся вот эта ситуация. Мы помним о том, что Иисус пел со своими учениками, он радовался с радующимися, он плакал с плачущими, он делал сам так, он учил своих учеников. Это была личность, которая сопереживала, она и по сей день сопереживает каждому из нас. Он знает нашу боль, он знает наши страдания, он знает нашу отверженность, потому что он также был оставлен. Можешь сказать аминь? Отец оставил его на Голгофском кресте. Иисус воскликнул, отче, на что ты оставил меня? Слава нашим Богу, последний дождь начался, да. И вы знаете, я просто как свидетельство немножко коротко расскажу о своей дружбе, да. Вот у меня немного было друзей в этой жизни, вот и я такой, как интроверт по характеру, более закрытый. По моей жизни было всего несколько таких близких друзей, с которыми мы были очень взаимодоверительны. Первый мой друг, это Александр Прочаков, мы с ним с детского сада вместе. Это какая-то невероятная, я думаю, что сверхъестественная, я думаю, что Бог это предназначен, просто предусмотрел еще от начала, да, и просто в детском саде, в саду мы вместе, у меня была фотография, где я видел, ну, просто вот мы сидим там, вот Саша Прочаков, вот Гена, короче, там мы маленькие еще там, у нас ушки какие-то, там зайчики беленькие какие-то, вот с какими-то колготками там нелепыми там, в коммунистические времена мы все такие были. И вот мы сидим, потом пошли в школу, 10 лет мы отучились вместе в одном классе, сидели там за одной партой, там хулиганили вместе, вот, вместе поступали в политический институт, не поступили там, я не добрал 2 балла, короче, ну и слава Богу, что Даня не поступил, потому что это не мое, вот, он тоже не поступил, мы вместе поехали в Майкудук, в нашем городе он называется город-герой, потому что это очень бандитский город был в те времена, это просто страшный город, и поступили в техническое училище ТУ-21, для шахтеров это было училище на подземных электрослесарях, мы проходили вместе практику на шахте Костенко, ну, то есть я был под землей, вот, я там пробовал копать уголь, вот, и просто там мне один умный человек сказал, Гена, что ты тут делаешь вообще, ну, ты не для шахты, ну, я 25 лет я посвятил этой шахте, я угробил здесь свое здоровье, мечтал купить там квартиру, там машину, инфляция, и все это рухнуло, я все это потерял, и зачем все это, я остался здесь, вот в этой шахте, иди куда-нибудь поступай, иди отсюда, короче, там, ну, и просто на самом деле, потом армия нас разлучила, его, Сашу отправили в Монголию служить, меня отправили в Сибирь, в спецназ, два года мы не были вместе, потом вернулись, вместе пошли на завод, опять там что-то, меня отправляли в милицейскую школу, в высшую школу милиции в Омск, и опять не прошел там по зрению, и опять же, слава Богу, да, ну, просто начали работать на НГМЗ, и опять все вместе, вот представьте, детский сад, школа, техническое училище, ну, там два года не были вместе, потом опять на заводе, работали токарями, потом через два года я стал бригадиром токарей на точном участке, и потом я говорю, ты знаешь, Алексей, в какой-то момент я получил откровение, это как было, как, не знаю, как озарение для меня, Саша, ты знаешь, я принял решение, я, меня здесь на заводе, но чувствую, что это не мое, я хочу стать врачом, вот это была моя мечта, я в 13 лет, я знал, что я буду врачом, у меня есть такая мечта, я попытаюсь, я буду пробовать, потому что я узнал о том, что через РФАК можно поступить в те времена, и Александр мне говорит, ну, если ты, то и я, и мы через РФАК, мы подходим к Александру Александровичу, к начальнику, говорим о том, что вот, Александр Александрович, просто вот, вы не могли бы дать направление, он обратился, говорит, давайте я вас отправлю в политех, вот, и вы закончите, вернётесь, будете у нас мастерами, а мы говорим, мы хотим стать докторами, вот мы, вот так вот, он говорит, да бог с вами, короче, дал нам направление, мы поступаем в медицинский институт, шесть лет ещё отучились вместе, он становится хирургом, и вы знаете, вот в 25 лет я уверовал, через буквально несколько месяцев также пришёл к Богу Александр, потому что у нас были очень тесные взаимоотношения, он говорит, куда ты, туда и я, но только он, он был немец по происхождению, он начал искать, он говорит, ну, походил в нашу церковь, ну, говорит, что-то вот как бы так, это что-то не моё, и пошёл в церковь адвентистов седьмого дня к субботникам, они там предлагали курсы немецкого языка, он как раз мечтал уехать в Германию, он выучил немецкий язык, стал пресвитером в этой церкви и уехал в Германию, и вот, вы знаете, почему я это всё рассказываю? Я рассказываю это потому, что наша дружба с ним основывалась на полные взаимодоверительных отношениях, то есть мы рассказывали друг другу какие-то самые-самые сокровенные вещи, и ничего вообще, абсолютно, у нас не было никаких тайн друг от друга, то есть вот просто, если у меня там что-то вот там накипало, да, если вот, ну, боль какая-то, я шёл к Саше, там, мы с ним разговаривали, мы делились своими какими-то страданиями, какими-то переживаниями, какой-то своей болью, у нас было всё общее. Я хочу сказать о том, что мой друг сейчас далеко, он живёт в Западной Германии, да, на Альпах, он стал хорошим хирургом, он делает операции, вот, мы с ним периодически созваниваемся, и я его чувствую, то есть вот за то время, которое мы вот прожили вместе, да, я чувствую, что с ним там что-то происходит, Бог побуждает меня молиться за него, я говорю о том, что Александр, как ты там поживаешь? Он говорит, да, всё хорошо, работы много, устаю, вот, семья у них, трое детей, вот, я говорю, я хочу к тебе приехать, он говорит, да, мы только с радостью, мы тебя примем, то есть вот, они открыты, да, на посетение, хотя, наши, может быть, вероисповедания в какой-то степени немножко разошлись, ну, что мы знаем, что субботники немножко верить не так, как, ну, мы, евангелисты, верим, но это не мешает нашей дружбе, потому что я вот верю в то, что мы встретимся, опять же, поговорим, будем разговаривать, размышлять вместе, Библия одна, Слово Божие, да, оно одно, не бывает дружбы односторонней, и вот, смотрите, что Иисус Христос нам предложил, что Бог нам предлагает через Христа, Бог нам говорит буквально, я открылся, то есть, моё сердце для вас открыто, максимально, насколько только возможно, Слово Божие говорит, что в тот момент, когда Иисус Христос умер на кресте, завеса в храме, она самим Богом была вот так разорвана сверху донизу, и мы получили доступ куда? Во святая святых Богу, слышите меня? Во святая святых Богу, чтобы туда свободно входить, посредством написано крови Иисуса Христа, просто туда не войдёшь, туда можно войти, потому что, если даже в детские времена священник туда, например, пытался зайти, если в нём был хоть какой-то малейший грех, он тут же просто падал и умирал. Там святость Божия, страх Господень, да, и просто любое там, ну, на самом деле, проявление, пятнышко, пятнышко, порока какой-то, знаете, ну, греха, это просто смерть. Но когда мы омыто кровью Иисуса Христа, мы сегодня получили туда свободный доступ. Со своей стороны Бог сделал абсолютно всё. Он сделал всё, чтобы стать нам другом. Он назвал нас друзьями. Он так верит, это его исповедание. Он сказал, я уже не называю вас рабами, я назвал вас друзьями своими. Кто-нибудь хочет стать другом Бога? Может быть, это кому-то страшно, да, может быть, это слишком ответственно о том, что вот, ну, как-то туда вообще заходить за завесу, да, ну, выживу ли я там, не выживу ли я, да, стоит ли вообще это делать, не стоит ли. Но я хочу сказать о том, что, вот ответ на наши молитвы. Ответ на наши молитвы о том, что мы ждём там пробуждения, да, мы ждём, когда кто-то приедет и что-то двинет здесь. Я хочу сказать о том, что для пробуждения у каждого из нас есть абсолютно всё. Нам нужно только войти во святая святых Бога и стать его друзьями. И что для этого нужно? Как вы думаете? В ответ нужно самому быть максимально открытым перед Богом. Потому что вот такой односторонней дружбы не бывает. Да, Бог назвал, да, Бог сделал, да, Бог возлюбил нас ещё прежде создания мира. Он уже назвал нас, считал нас своими друзьями. Но с нашей стороны тоже важно предпринять какие-то шаги. И вы знаете, на самом деле, это определённая тайна моей тайной комнаты, да, наших тайных комнат. Что нам делать, да, для того, чтобы сблизиться с Богом? Нам надо войти в тайную комнату. Я расскажу, что это на самом деле очень просто. Тайная комната не какое-то особое место. Это может быть кухня, да, для кого-то это может быть рабочее место, когда он один остаётся, да, для кого-то это может быть какое-то одно уникальное место, в спальне где-нибудь, на каком-то кресле, где-нибудь в углу, на каком-нибудь удобном топчине, на коленях встал, помолился Богом. И вы знаете, просто секрет молитвы, он очень простой опять же. Молитва – это простой разговор с Богом, когда мы искренне призываем имя Иисуса Христа и открываемся перед Ним. Открываем абсолютно всё. Когда мне плохо, я иду к Иисусу и говорю, мне плохо. Иисус, мне плохо. Помоги мне, пожалуйста. Когда у меня страшная боль, я иду к Иисусу и говорю, Иисус, у меня страшная боль. Моё сердце разрывается. Если ты что-то не предпримешь, моё сердце остановится, потому что вот у меня вот такие чувства, переживания такие были. У меня есть радость, я бегу к Иисусу и делюсь своей радостью. То есть важно делиться с Иисусом абсолютно всем. Он наш друг. Он нас не подведёт. Аминь или не аминь. Он нас не обманет. Не предаст. Не отвергнет. Не скажет о том, что что ты там опять пришёл. Или со своими какими-то меркантильными интересами. Для небесного духовного Отца все наши мелочи, они настолько важны, потому что мы его дети. У кого есть дети, меня прекрасно поймут, что если у моего ребёнка что-то случилось, какая-то царапинка, я переживаю. Ему больно, мне больно. Так или не так. Ему хорошо, мне хорошо. Если мой ребёнок счастлив, я счастлив. Если мой ребёнок несчастлив, я также несчастлив, потому что эта синергия вот эта срабатывает. То же самое с Иисусом Христом. Он смотрит на нас. Если тебе плохо сейчас, Иисус Христу тоже плохо. Но Иисус хочет тебя вывести из этого. Он хочет, чтобы ты просто вошёл в свою тайную комнату и рассказал, открыл ему своё сердце, сказал, Иисус, пожалуйста, помоги мне. И вот в этот момент, именно в этот момент открытости, мы утверждаемся в дружбе с Богом. Мы становимся Ему друзьями. Когда я взаимно открываюсь перед Богом, который уже открыт передо мной, через своё Святое Слово. Если ты хочешь узнать сердце Бога, открытость Его, прочитай Евангелие. Прочитай Евангелие Атеана. Прочитай всю Библию в конечном итоге. Но в основном Новый Завет, конечно, нужно читать, потому что Новый Завет – это открытое сердце Бога. Новый Завет, запомните, давайте мы запомним, это открытое сердце Бога. Через жертву Иисуса Христа Бог открыл нам своё сердце, свою тайную комнату, своё святая святых и рассказал нам, показал нам о том, как Он сильно нас любит. Он возлюбил нас ещё, написано прежде, создание этого мира. Вы знаете, как расшифровывается Филадельфия? То есть была церковь Филадельфии, в которой Иисус Христос посылает своё послание. Одно из семи посланий, это шестое послание, это можем прочитать в книге Откровения. Филадельфия, переводя на русский язык, переводится буквально «братская любовь». Филадельфия – это церковь друзей, церковь друзей Иисуса Христа. Вы хотите узнать, что Иисус Христос пишет в Филадельфийской церкви, в которой есть прообраз, это предпоследний период, и многие пророчества говорят, что мы сейчас входим в период Лаудикеи, то есть последнего периода, седьмого периода, это период самый такой тяжёлый, когда церковь будет очень самодостаточна, очень богатая, и будет говорить о себе «Я разбогател, я богат, я ни в чём не имею нужды, ну всё, пальцы веером, да, ну весь в золоте». Но предпоследнее послание, это послание к Филадельфии, я хотел бы вам сегодня прочитать, и это написано в книге «Откровение» в третьей главе седьмого стиха. Слова Иисуса Христа. «И ангелу филадельфийской церкви напиши, так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит, зная твои дела, вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить её, ты немного имеешь силы и сохранил слово моё и не отрёкся имени моего». Вот я сделаю что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи или евреи, но не суть таковы, а лгут, потому что очень важно быть евреем не только по плоти, очень важно быть евреем по духу, обрезанным крайней плоти своего сердца. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. Это пророчество очень близко стоит к тому пророчеству, о котором апостол Павел пишет в послании к римлянам, и он говорит, что в последнее время, когда войдёт полное число язычников, Израиль также спасётся. У нас сегодня представитель из команды Israel International, немножко попозже она расскажет о себе. Мы очень уважительно относимся к Израилю, и мы верим, то, что вот сейчас наступают такие времена, когда Евангелие обойдёт всю землю, дойдёт до края земли, полное число язычников войдёт, и тогда Израиль тоже начнёт принимать кого? Ишуа Машех, Иисус Христа, как своего Мессию. Наконец-то признают и начнут становиться христианами. И это вот в этом пророчестве написано. Десятый стих. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины и искушения, которое придёт на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Сегриду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего, побеждающему сделаю столпом в храме Бога моего. Столп — это значит что-то незыблемое. Столп — это значит, что оттуда уже тебя уже никто не сможет выдрать, разрушить тебя не сможет, потому что этот столп в храме Бога. И он уже не выйдет вон. Не напишу на нём имя Бога моего, имя Града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя моё новое, имеющий ухо, да слышишь, что Дух говорит церквам. Скажи Аминь. Аллилуйя. И если вы прочтёте ещё раз внимательно это место самостоятельно, вы увидите, что в этом послании Иисус Христос не говорит никакого обличения. Только одно хорошее. Ему нравится то, что происходило в этой церкви в Филадельфии. Ему нравится то состояние. Я хочу сказать о том, что эта церковь была реальная церковь друзей живого Бога. Эта церковь знала Бога лично. Это была церковь, которая знала лично Иисус Христа. Это были друзья Иисуса Христа. И знаете, вот просто Бог нас чему-то подводит сегодня, да, Он подводит к тому, чтобы каждый из нас осознал глубоко. Мне не надо никого ждать. Мне не надо ждать, когда кто-то приедет, какой-то дядя, расскажет, покажет, как мне и что мне делать. В моем сердце живет Иисус Христос. У меня есть открытая дверь, восхитая святых. И если я только туда войду и стану другом великому живому Богу, все то, что я не попрошу, а я попрошу, Бог, пусть Болгария, пожалуйста, будет самой благословенной державой вообще на земле. Пусть здесь вспыхнет самое мощнейшее пробуждение, которого вообще никогда не было на земле. Пусть здесь придет такое состояние мощи и силы всемогущего Бога, такое мощнейшее присутствие. Шихина, Шалом, Шаббат, пусть придут на эту землю. Это будет мое желание. Я буду просить Бога об этом. Я хотел бы, чтобы каждый из нас об этом просил. После того, как мы будем вот там, во святая святых, когда мы войдем в тесное взаимоотношение, когда мы будем максимально открыты. Потому что я хочу сказать, это честно. Нечестно быть закрытым перед Иисусом. Потому что Иисус, он вот так, он вывернулся наизнанку. Он максимально открыт. И мы сегодня стоим перед Ним, как-то там что-то кочевряжемся, и просто вот так. Ну, хочу, не хочу. Буду делать то, что я хочу делать. Не буду делать то, что он мне говорит. Своеволие. Это страшный грех по Писанию. Я хочу сказать о том, что я не договорил по пророчествам. Многие пророки современности утверждают о том, что сегодня церкви разделились на два лагеря. Одна церковь, это предпоследний период. Это церковь Филадельфии. Это друзья Иисуса Христа. И какие-то церкви уже вошли в состояние лаодики. Стали богатыми, самодостаточными, ни в чем не имеющим нужды. Перестали молиться, перестали общаться. Все превращается в какую-то определенную формальность. Вы знаете, вот на территории бывшего союза сегодня получила большое распространение, которое получило такой феномен, название. Знаете, как он называется? Православный атеизм. Православный атеизм. То есть это люди, которые, ну как и Тимошенко, мне нравится, он хорошо выразил это состояние внутреннее. Он говорит, я истинный православный мужик. Итак, по столу кулаком. Лукашенко. Да. Лукашенко. Президент Беларуси. Я истинный православный мужик. В бога не верю, вот купью. Вот это православный атеизм. Это говорит президент самой высокой кафедры, да, о том, что вот просто я православный мужик. Я в бога не верю. Я хочу сказать, это на сегодняшний день, ну это не в осуждении. Было бы некорректно как-то критиковать другую христианскую динаминацию с позиции протестантизма. Я сегодня хотел бы сказать о том, что сегодня получает распространение протестантский атеизм. И вот об этом я имею право сказать, потому что я протестант, я евангелист. Протестантский атеизм, он как раз таки заключается в том, что вот давайте, кого-то пригласим, давайте еще какую-то программу, да, очередную, давайте еще вот что-то там замутим, да, вот что-то сыграем, кого-то завлечем, там, баскетбол христианский устроим, там, бокс, да, будем боксироваться между церквями, там, кто кого-то там завалит, короче, там, ММА устроим христианское, да, ринг поставим вот здесь на алтаре, и будем здесь вот так, пусть проповедники между собой там дерутся за слово Божье. Вот давайте вот это все будем делать. Я хочу сказать, это протестантский атеизм. По-другому это не назовешь, потому что сегодня мы видим это все в христианском евангельском мире, что люди завлекаются в церкви какими-то человеческими программами, ни больше, ни меньше. Я хочу сказать, а что нам нужно? Нам нужно только одно. Нам надо войти в свою тайную комнату, и нам надо подружиться с самим великим живым Богом через жертву Иисуса Христа, стать близкими, друзьями, близкими друзьями, друзьями с Богом. И тогда что-то начнет произойдить. Все, о чем мы будем молиться, все то, что соответствует Божьему Слову, все будет исполняться мгновенно. Самим Богом. Слышите меня? Вы в это вообще верите? Вот вы знаете, на самом деле, мне сегодня нужно убеждать в том, что нужно просто тебе, христианин, протестант. Это же звучит так достоинством, потому что основная масса христиан сегодня на земле – это протестанты, это христианские направления, это уже более одного миллиарда. Просто на самом деле католиков более одного миллиарда, православных всего лишь чуть-чуть больше 200 миллионов. Протестанты, они рулят сегодня. Но сегодня что-то уже начинает происходить. Появляются какие-то человеческие вещи, к сожалению. И мне надо вот с кафедрой говорить о том, что о каких-то простых вещах. Зайди в твою тайную комнату, пожалуйста, я прошу тебя, скажи Иисусу, Иисус, доброе утро. Я хочу поговорить с тобой сегодня. Я хочу омыться кровью перед тем, как я выйду в самое святое святых Богу. Я хочу туда зайти. Я желаю. У меня есть такое дерзновение. И войди туда. Войди во святая святых. И что для этого надо сделать? Надо открыть свое сердце. Всего лишь. Рассказать свою боль. Рассказать свою проблему. Рассказать свою нужду. И как вы думаете, разве Иисус не услышит? Иисус что обещает? Он говорит, если сын подойдет к отцу и попросит у него хлеба, разве даст он ему камень? Если попросит хлеба, разве подаст он ему, в ответ ему змею? Это слова Иисуса Христа. Я опять же ничего не придумаю. Если ты попросишь Иисуса Христа через жертву Иисуса Христа, великого небесного Отца, Отец, помоги мне. Я твой сын. Я твоя дочь. Я вот прямо сейчас, я молился, я каялся в каких-то своих грехах, я исповедовал свой грех, я омылся кровью Иисуса Христа. Я хочу войти во святая святых. Я хочу войти в твою тайную комнату. В твою тайную комнату. Мой небесный Отец. И войди туда. Поговори с небесным Отцом. Получи от него откровение. Получи от него ответ. Получи от него Слово Божие. Скажи так. Господи, дай мне вразумление во сне, потому что ты возлюблен в свое вразумляющего время сна. Так в притчах написано. Потому что так написано в пророчествах, о том, что изолью от Духа моего на всякую плоть, и сыны и дочери ваши будут через сновидение вразумляемые. Будут. Так написано же, да? Через сновидение будут вразумляемые. Ваши дети, наши дети, сыновья и дочери будут вразумляемы. Получать личные откровения. Будут пророчествовать. Будут совершать невероятные знамения у чудеса. Возложат руки на своих, на больных, а не исцеляться. Будут молиться за освобождение, бесы будут бежать. И так далее, и тому подобное. То есть, начнут происходить какие-то невероятные знамения у чудеса, как знак того, что Бог с нами. И вы знаете, я хотел бы поделиться одной такой короткой мыслью. Вот Болгария, мы в Болгарии сейчас, или мы где сейчас? Вот мы здесь странники. Мы приехали сюда, я закончил семинарию южнокорейскую, меня отправили сюда в качестве миссионера. Десять лет я уже пытаюсь что-то вот так. Я узнал вот определенный такой, знаете, определенный менталитет. Болгария – это христианская держава, которая, я хочу сказать, практически все знает о живом Боге, практически все знает о христианстве. И что Болгария сегодня ждет? Болгария сегодня ждет, когда кто-то возьмет на себя ответственность, дерзновение буквально, стать в проломе за эту страну и начнет лично разговаривать с Богом, подружиться с Ним и позволить Богу действовать, могущественно двигаться по этой святой земле, я хочу сказать, это святая земля. И позволить просто Богу двинуться. И вы знаете, что произойдет? Если какая-то церковь сегодня возьмет на себя такое дерзновение сказать, мы – церковь живого Бога, мы – церковь Иисуса Христа, не потому что вот мы так говорим, или так, потому что вот, ну, просто мы узнали один секрет из Библии. Надо быть просто максимально открытым перед Богом, и надо находиться, пребывать почаще, а лучше всего постоянно во святая святых. Это самый невероятный ресурс. И позволять Богу делать то, что Он хочет. Да будет Его воля, не наша воля. И тогда Бог двинется. И вы знаете, что произойдет в Болгарии? Любой болгарин знает хорошо Бога. Все его проявления, проявления Святого Духа. И О! Эта церковь живая. С ними Бог. Он действует, Он исцеляет, Он освобождает, Он открывает им двери. Зачем нам с ними бороться? Зачем нам выступать против самого Бога? Так скажет сегодня любой болгарин, потому что на генетическом уровне каждый болгарин, он знал когда-то Бога. Но сегодня, я смело скажу, и возьму на себя ответственно за эти слова, болгарская церковь сегодня находится, к сожалению, в спящем состоянии. она спит, как и мы все спим, в принципе, потому что месту из Библии, просто нам всем надо проснуться, потому что Библия вот в этом месте про 10 дев говорит о том, что наступит полночь, и все заснут. Но кто-то позаботился о том, что заранее позаботился о том, чтобы сберечь масло, елей помазания. Слушайте меня, да? Я вот сегодня вот об этом. И вы знаете, любой болгарин очень хорошо знаком с человеческой религией. С религиозными, такими мертвыми движениями, которые, я тоже это ненавижу, я хочу сказать так, о том, что болгарин, любой болгарин знает прекрасно о том, что вот это служение человеческое, они просто собираются, они поют псалмы, они говорят о Боге, но они без Бога. Бога нет с ними, потому что там уже нет ни исцеления, там уже нет ни освобождения, там нет присутствия Божьего, там прославление просто, на самом деле оно неживое, и просто вот так все формально просто ходят, сидят, отсиживают, просто вот так, на самом деле, во многих церквях люди даже, не то что Бога не знают, они друг друга не знают, слушайте меня, они просто ходят вместе в одну церковь, годами ходят, и просто вот так, утром зашли, аллилуйя, привет, здрасте, до свидания, служение закончилось, аллилуйя, до свидания, благословенно седмица, все, разошлись. Как зовут этого брата? Не знаю. Как зовут эту сестру? Не знаю. Они не знакомы друг с другом. И это показатель того, что люди друг с другом не общаются. А что хочет Иисус Христос? Иисус хочет, чтобы мы не только стали Богу другом, мы стали друзьями друг другу. Вы знаете, я когда-то был на Кавказе, кстати, вот с Армении сестра приехала, может подтвердить мои слова, но может быть, это не во всех регионах так развито. Я был в Абхазии, я был в Грузии, я был в Армении, Тбилиси, Сухуми, Питсунда, и вот я приезжаю в одно село, там знакомлюсь и там становлюсь, там развились какие-то приятельские отношения с одним человеком. Потом я иду в другой дом и говорю, ну вот я вот пришел, хотел познакомиться. А ты кто такой? Ну я говорю, вот меня отправил тебе вот такой человек, называю имя. И он так смотрит, а ты знаешь, у нас на Кавказе я хочу тебе один умный вещь сказать. А, вижу, ты добрый человек, хороший человек, три вещи тебе умные скажу. Первая вещь, это друг моего друга, это так же и мой друг. Это номер одно. Второе, враг моего друга, он тоже мой враг. Это второе. И третье. Враг моего врага, это мой друг. Это вот Кавказ. Ну вот так вот мне сказали. Я хочу сказать о том, что это настолько точная поговорка, потому что вот для меня кто? Для меня друзья Иисуса Христа, я их узнаю издалека. Вот приезжал на прошлой неделе Евгений, да, Женя приехал, евангелист. Я его не видел, я его не знаю, я его увидел первый раз. Я смотрю на него, и я понимаю, что это настолько близкий мне человек, мы говорим на одном языке, мы проповедуем, мы не знаем другого, проповедуем слово в слово, одно и то же, да, вот просто на самом деле, ну, родной, близкий человек. Я понимаю, что это друг Иисуса Христа. Друзья Иисуса Христа, они мои друзья, да? Враги Иисуса Христа, они мои враги. В том плане, что дьявол там, да, бесы там, демоны какие-то, да. Кто такой дьявол? Дьявол это антихрист, это тот, кто против Христа. Другой перевод говорит, это тот, кто вместо Христа. Давайте тоже это вот отметим, потому что это очень важно. Не только тот антихрист, кто выступает против Христа, но тот антихрист, кто дан вам вместо Христа. И вот это, вы знаете, проклятие, о котором в Ветхом Завете написано, проклят всякий человек, уповающий, надеющийся на другого человека. Вот это вот значит. Мы пригласим мощного проповедника, он проповедует, но наша церковь взорвется. Да ничего такого не будет. Это проклятие. Слышите меня? Это проклятие. Я смело об этом говорю. Блажен народ, у которого Господь, управитель, царь, царь, царей, у которого Господь есть Бог. Можешь сказать на это аминь? Вот когда мой начальник, мой управитель, это сам Бог, это не человек, а просто я верю в то, что Господь меня ведет, Господь меня благословляет, Господь явит свою силу в Болгарии через наше служение, через лично меня, через лично тебя, потому что Он назвал нас своими друзьями, а друзья Иисуса Христа, они могут все, абсолютно. И враги моего врага, да, враги моего врага, враги нашего врага, дьявола, да, это кто? Это ангелы, это архангелы, это херувимы, это серафимы, они наши друзья, они нам призваны помогать, служить, и вы знаете, нам надо научиться просто, вот видите, этот духовный мир чувствовать о том, что на самом деле все это правда, все это есть, все это так, я хотел бы вернуться к теме нашей проповеди, проповедь моя сегодня называется накапливаем елей для христовых друзей, мысль такая, которая заключается в том, что вот какой елей мы призваны накапливать, вы знаете, на самом деле, тот елей, который 2000 лет тому назад использовался для светильников, это был довольно такой, значит, это труд, это было сбитое масло, вот его делали там из маслины или из чего-то другого, это мог быть какой-то такой вот драгоценный елей, как правило, он стоил дорого, потому что это стоило большого труда, и вот это надо было накопить, я хочу сказать о том, что настоящая дружба, она не формируется за один день, аминь или не аминь, вот я рассказал сегодня про моего друга, мы были друзьями с детского садика, да, то есть в народе говорят, что два новых друга, старый друг лучше новых двух, да, и это, я могу с этим согласиться, но я хочу сказать о том, что кто мой самый старый друг, мой самый старый друг, это опять же Иисус Христос, потому что Он, Иисус Христос, имел меня в своем сердце, еще, это Библия-то говорит, прежде сотворения этого мира, слышите меня, еще мир не был создан, Иисус Христос, Он уже имел меня в своем разуме, в своем уме, в своем сердце, и говорил примерно так, о том, что вот Гена Радиса, он будет моим другом, я хотел бы быть, чтобы он стал моим другом, вот Андрей Радиса, я бы так хотел, чтобы он стал моим самым прекрасным, вот Антон Радиса, я бы так хотел, чтобы Людмила Радиса, Нелли Радиса, да, Нелли проснись, станет моей самой лучшей подругой, и вы знаете, вот на самом деле, вот желание Иисуса Христа, оно вот такое, И вот этот елей, я вот в это верю Это мое откровение Я верю в то, что вот этот самый драгоценный елей Это развить дружеские отношения с Иисусом Христом Развить дружеские отношения с самим великим Богом Развить дружеские отношения друг с другом Потому что это следствие Если я друг Бога, мне очень легко дружить на самом деле С кем бы то ни было Но лучше всего дружить в теле Христовом Лучше всего дружить во Христе Потому что есть одно место в Библии, которое говорит Не любите мира, не того, что в мире Дружба с миром есть что? Есть вражда против Бога Если я иду в мир и нахожу себе там друзей И начинаю с ними говорить на мирские темы мирским языком А потом уже появляется какая-то нечистота И разговоры о самом грязном, о политике Это самая грязная вещь О каких-то бесовских вещах Потом начинается уже какое-то сквернословие Пустословие, празднословие И все, люди начинают погружаться в такую тьму Тараканью, по-другому не скажешь В такую нечистоту В такую скверну Все Не обманывайтесь, написано Худые сообщества развращают добрые нравы Я понимаю, что я как верующий призван идти в этот мир И общаться с неверующими людьми Как апостол Павел учит Он говорит Я для чуждых законов Я стал как чуждый закона Не будучи чуждым законом пред Богом Для того, чтобы что? Мотивация какая? Для того, чтобы приобрести чуждых законов Слушайте меня, да? Для язычников я стал как язычник Чтобы что? Чтобы приобрести язычников Если вот с такой мотивацией Тогда да Но тебе надо, чтобы там не утопнуть Не угаснуть Не потонуть в этом болоте Да, в этом мире Тебе надо быть в очень близких Хороших, дружеских взаимоотношениях с Богом И тогда ты можешь сказать Потому что тот, кто во мне Он больше того, кто в этом мире Тогда это работает Но если во мне этого нет Во мне нет елея Во мне нет помазания Во мне не развиты Дружеские отношения со Христом Я пропал Я пойду в мир И меня туда засосет Поэтому Иисус предупреждает О том, что у одних там Да, принесет плод А у других там бурьяном зарастет Да Или там вот просто как при дороге Просто затопчет Так или не так? Развитые дружеские взаимоотношения с Богом Бог хочет с тобой дружить Давайте мы сегодня вот это запомним Бог хочет со мной дружить И вот это сбитый элей Да вот это масло Оно самое драгоценное Даже если я засну Библия говорит о том, что мы все заснем В полночь мы все заснем Испытания начнутся такие страшные Последнее время Беззаконие просто заглушит Всякий вид проявления любви Но претерпевшая до конца спасется Вот если во мне развиты Дружеские отношения с Иисусом С Богом Я в любой момент проснусь И в любой момент во мне Это вот эта лампада Вот это светильник Вот это масло Он загорится И никто не сможет его потушить Никто Потому что это огонь всемогущего Бога Аллилуйя Слава нашим Богу Накапливаем елей Для христовых друзей Давайте мы будем Филадельфийской церкви Братская любовь И это Да не будут только какие-то слова Давайте мы будем это доказывать Своими делами Своими поступками Своим образом жизни Просто Будь более открытым Притчей говорится Если ты хочешь иметь много друзей Будь сам Каким? Будь сам дружелюбным То есть открытым Будь искренним За вот эти Последние Семь лет Которые я проповедую Вот в этой церкви В Болгарии В Варне Я думаю что вы заметили О том что Я рассказал вам Всю свою жизнь То есть Мне в принципе уже больше нечего рассказывать Потому что вы во мне все знаете Потому что Я Ну искренний человек Я открыл вам свое сердце Вы знаете О моем отце Моей матери Моей сестре Моих братьях Да О том что Я был Кем я был И так далее И подобное Все это делалось С той целью Чтобы показать Что я для вас Открытый человек Но будьте пожалуйста Взаимно открытыми Да Ну Я открыт для дружбы Бог открыт для дружбы Бог хочет чтобы мы дружили Но что для этого надо Нам надо в ответ Просто быть Такими же открытыми Как был Иисус Христос С открытым сердцем Приходить друг к другу И делиться всем Поэтому мы сегодня начинали Я прочитал в послании Якова И там написано Признавайтесь Друг перед другом В проступках ваших Ибо Многое может Усиленная молитва Праведника Вы знаете Усиленная молитва праведника Это Усиленная молитва праведника Это человек Который омылся Кровью Иисуса Христа Усилил свою молитву Постом Но самое главное Усилил свою молитву Тем что Мы молимся Не где-то На каком-то особом месте Мы молимся И святая Святых Бога Самые великие люди Пророки Моисеи Они говорили о Боге Они рассуждали Они максимально Приближались К Богу Но хочу сказать Какая разница с нами Мы говорим Из Бога Слышите меня Мы говорим Из святая святых Мы призваны Это так говорить Если мы не говорим Из святая святых Это теряет силу А Царство Божие Оно в чем? Оно в силе Оно в силе Божьего присутствия Давайте мы сегодня Все встанем Давайте мы помолимся Иисус Мы благодарим Тебя За то Что Ты открыл нам И рассказал нам все И что все это Мы можем узнать Через Твое Святое Евангелие Мы можем узнать Твое открытое сердце Ты дал нам Все возможности Все ресурсы Открыл нам путь Для того Чтобы нам Стать друзьями Богу Дай мне почаще Входить в свою Тайную комнату И с верой В то что Ты меня слышишь Что Ты хочешь Стать моим другом Что святая святых Открыты Просто войти туда С верой войти И сказать Небесный Отец Я омыт кровью Иисус Христа Через мое Исповедание Через мое Открытость Перед Иисусом Наполни меня Прямо сейчас Так же как Ты наполнил Своего Сына Иисус Христа Я сейчас в Нем Я клеточка Я часть Его Я кость от костей Его Я плоть от плоти Его Я непрестанно Омываюсь Его святой крови И сегодня Я знаю точно Что Иисус Христос Он прославлен Он восседает Одесну На небесах У Бога Восседает Справа стороны Он будет судить Всю Вселенную И Слово Божие говорит Что мы так же Будем судить Этот мир И мы будем судить Мы верующие Иисус Христа Будем судить И ангелов Божьих И это говорит Святое Слово На какую высоту Ты вознес нас И какую Великую привилегию Ты нам предоставил И нам нужно Ее только взять Нам нужно только Просто в это войти И все это берется Через нашу открытость Через исполнение Заповедей Твоих И ты говоришь Нагорной проповеди Ты говоришь Свои заповеди И в конце Своей Нагорной проповеди Ты говоришь Что Кто Не только Исполнит Сие Но исполнит И научит Тот наречется Великим В Царстве Божьем И мы знаем Что мы сами Этого не можем Но ты как друг Пришел на эту землю В человеческой плоти Ты стал нам Друзьями И ты просто Хочешь до нас Донести Такую Великую благочестие Тайн Я хочу Стать вам Другом Я хочу Стать С вами Одним Единым целым Для того Чтобы Помочь вам Исполнить Все заповеди Которые по Ветхому Завету Никто не смог Исполнить И поэтому Делами Пред Богом Не оправдается Никакая плоть Но делами Иисус Христа Мы сегодня Оправданы Кровь Иисуса Христа Мы оправданы По вере Иисус сегодня Желает Смотреть через нас Иисус сегодня Желает через нас Говорить Иисус сегодня Через нас Желает Ходить Двигаться По этой земле Иисус Сегодня через нас Желает Прикасаться Освобождать Исцелять но самое главное – спасать. Отпрощать грешника от ложных путей его и возвращать его в лона Небесного Отца, во святая святых, в эту безграничную любовь самого любящего Отца, который воистину любит нас, который родил нас не только по плоти, но через благоествование родил наш Дух, нашего внутреннего, духовного человека, который призван жить вечно с Небесным Отцом. Слава Тебе, всемогущий Бог Господь Иоанн. Мы благодарим Тебе за Твоё могущественное присутствие здесь. Аллилуйя, Отец Осана. Мы видим разорванную завесу. И каждого из вас я сегодня хочу попросить, возьмите это дерзновение и сегодня помолитесь в своей тайной комнате, поговорите с Иисусом. Расскажите Ему всё. И войдите во святая святых, войдите в тайную комнату самого Бога. Он ждёт вас. Это серьёзно. Это очень искренне. И я верю в то, что Бог что-то приготовил для каждого из нас, что ты неспроста здесь, в этом зале сегодня. Бог что-то приготовил для нашей Церкви. Бог что-то приготовил для целой Болгарии. Бог что-то приготовил для Израиля. Спасибо тебе, дорогой Господь. Если кому-то ещё что-то не открылось, я прошу Тебя через силу Святого Духа, пусть помазание Твоё, святое помазание, придёт и откроет то, что не было ещё открыто, Господь, Отче. И дай нам это дерзновение, дай нам эту смелость, просто принятие Тебя, то, что приготовлено для каждого из нас. Мы молились с благодарностью к Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. И Церковь Друзей Иисуса Христа доскажет. Аминь. Слава нашему Богу. Садитесь, пожалуйста. Слава Иисусу. Я хотел пригласить сюда, на это место.